Привет! Рад приветствовать вас на своем канале Роман Зальцев Живу на ДВ. Доброго здравия, уважаемые слушатели, подписчики, друзья и гости канала. Сегодня мне хотелось бы просто немного побеседовать и данной беседой я думаю начать отдельный каст таких бесед, в которых буду высказывать свои суждения по отдельно взятым вопросам. Показывать свое видение и стараться быть предельно объективным. Критика приветствуется, любая, но также хотелось бы заранее сказать, что многое из того, что я буду говорить, возможно кому-то не понравится. Но я не золотой рубль, чтобы нравиться всем и поэтому прошу в своей критике тоже соблюдать хотя бы некоторую объективность. Итак, сегодня мне бы хотелось коснуться вопроса такого, что часто я слышу, люди говорят, что чиновники, нас окружающие повсюду, во всех структурах того или иного управления, тех или иных сфер, что чиновники нас объедают. Это вот такое расхожее суждение, которое приходится слышать довольно постоянно. Вот ты сидишь здесь, получаешь сотку на этой административной должности и вот ты меня объедаешь, деньги идут с моего кармана. И вот здесь начинаются нюансы. Ну, отчасти в чем-то данные люди, которые утверждают подобное, в чем-то они правы. Но это только в чем-то вот на столечко. И чтобы понять, в чем конкретно, я вот в этом не согласен, давайте рассмотрим все более-менее объективно. Начнем с того, что я напомню, в 1945 году Советский Союз, СССР, одержал победу над фашистской Германией. Но это была не только победа над фашистской Германией, против нас сплотился так или иначе весь сионистский мир. В том числе и итальянский фашизм, символикой которого избрали сейчас часть своего фирменного знака Федеральная служба судебных приставов. Напомню, это фасции, пучок розок обвязанных и в которые воткнут топор. Это был символ, символ еще древний римский ликторов, то есть палачей, непосредственно исполняющих казни. Это демонстрация власти, то есть я власть. Ну, прошу прощения, что отвлекся. В 1945 году Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Тем самым наши великие предки подтвердили все свои права на нашу территорию. А ровно так же и на все ресурсы, которые находятся под землей и над землей. Наши великие предки доказали своей кровью, своими жизнями право на эту землю. И мы сейчас как потомки наших великих предков, мы имеем все права на нашу землю и на ресурсы, которые расположены на этой земле. Так же мы являемся выгодополучателями от всей этой ресурсной базы. Что произошло в 1991 году, я думаю, ни для кого не секрет. Просто отчасти напомню, что в 1991 году был совершен переворот, следствием которого послужил захват нашей территории и дальнейшей передачи в частные руки британской фирмы, которая в дальнейшем получила название Российская Федерация. Об этом я отдельно останавливаться не буду. Информации много в интернете, можете посмотреть сами. Я лишь даю следствие изучения этого материала и свое, надеюсь, объективное суждение. Так или иначе, все ресурсы, все фабрики, заводы, дворцы, пароходы, то есть вся недвижимость перешла в руки вот этой частной корпорации. И даже те, кто зарегистрировал какую-либо часть на себя, на свои физлица, представителями которых они являются. Тем не менее, все это находится в руках Российской Федерации, потому что производится же регистрация. Мы регистрируем машину, мы регистрируем квартиру, да, и получаем так называемое мифическое право на собственность. То есть, собственность есть, есть право. Ну, нет реализации этого права. Почему? Потому что собственность мы регистрируем Российской Федерации, и значит, всем выгодополучателям является непосредственно Российская Федерация в лице генерального директора Дмитрия Медведева и самые главные персоны, королевы английской Елизаветы II. Тем не менее, наши природные ресурсы используются, нефть выкачивается, уголь добывается, газ выкачивается и продается за рубеж. Выгодополучателем является фирма Российская Федерация, но в законодательстве Российской Федерации в более чем двух миллионов нормативных актов прописаны некоторые, так сказать, сдерживающие факторы. Ну, о них отдельно, которые в дальнейшем должны послужить основой определенных конфликтов и раздуров как между отдельными группами населения, так и между населением и вот этой вот государственной прослойкой чиновников, ну, так называемой государственной. Что происходит? В нормативных актах, а ровно как и в Конституции Российской Федерации, которая является проектом, ну, так или иначе она, оппозиционируется ее исполнение, что у нас прописано в третьей, в седьмой, в семнадцатых частях Конституции, что основным источником власти является народ Российской Федерации. А также, значит, и мы являемся получателями части бюджета, то есть тех средств, которые формируются в результате, формируются и накапливаются в результате продажи наших ресурсов и эксплуатации нашей ресурсной базы, нашего оборудования. Данные средства составляют довольно приличные суммы, ежегодно в пределах 13-17 триллионов рублей, и мы можем претендовать на часть этих ресурсов. Уже сделаны соответствующие запросы многими товарищами, заинтересованными, которые осознали себя людьми, которые осознали себя участниками этого бюджета, которые осознали себя, что это все, в общем-то, окружающее нас наше, и мы имеем право на одну, сколько у нас там население прописывается, ну, 100 миллионов, да, грубо говоря, там, по разным источникам, на одну, скажем так, 100 миллионную часть получения этого бюджета, что составляет довольно приличные суммы. в пределах 30-40 миллионов рублей ежегодно на одного человека. Что происходит? Теми же, а еще добавлю, что вот, значит, вот эти вот суммы, 30-40 миллионов рублей, они и являются бюджетом одного гражданина, то есть та часть большого объемного целого, на которую мы имеем право претендовать. Та часть от продажи наших ресурсов и эксплуатации нашей материальной базы, которая находится на территории Советского Союза и которая сейчас владеет британская торговая фирма Российская Федерация. Так же, как многими нормативными актами закреплено право человека, гражданина, на получение вот этой вот части бюджета одного гражданина, теми же актами и регулируется процесс выдачи этих средств, вот этих, тех самых 30-40 миллионов рублей на одного человека, приходящихся. То есть, были выполнены запросы отдельными людьми и получены ответы. Я сам видел, значит, эти ответы, вы тоже можете их увидеть, полистав интернет. Переворошив эту гору мусора и найдя в ней, кладясь полезной информацией. Где черным по белому, значит, дан ответ от правительства Российской Федерации, что да, вы можете получить данный бюджет, так сказать, для поддержки штанов и для улучшения своего материального уровня, но вы должны обратиться непосредственно в ваши органы местного самоуправления, то есть непосредственно к главе, допустим, поселения, к главе поселка, деревни, города и так далее. Что, в общем-то, выполнить тоже невозможно. Есть отдельные механизмы, как эти деньги, в общем-то, получить, но об этом совершенно, я думаю, проведем отдельную беседу. Это отдельный, в общем-то, тоже времезатратный вопрос, которого мы, я надеюсь, коснемся. Далее, что происходит. Чиновники являются получателями этого бюджета непосредственно напрямую, так как они же служат в фирме Российская Федерация, те же, значит, полицейские, судебные пристава, определенные органы власти и все-все-все, да, кто позиционирует себя как чиновник, госслужащий, ну или просто госслужащий. То есть, они как бы, как таковые, ничего не зарабатывают. Они могли бы так же ничего не делать и являться получателями этого бюджета 30-40 миллионов. Но опять говорю, напомню, что есть ряд сдерживающих факторов, которые нам не позволяют получить данные деньги напрямую. А чиновники работают непосредственно, госслужащие работают непосредственно на фирму Российской Федерации, и вот именно с этих денег формируются их большие непомерные зарплаты, там 40, 50, там 100, 200, 500 тысяч, ну, кто на что гораст, у кого что прописано в его договоре. Таким образом, являясь получателями своего собственного бюджета, чиновники нас ни в коем случае не объедают. Ну, отчасти, да, с чем, говорю, соглашусь, что да, они получают очень, значит, завышенные заработные платы, непомерно большие за свой монопольно-управленческий труд, ну, то, что они монополизировали это право управлять, мы же не лезем в политику, политика дело грязное, управление, ой, это надо учиться. Немножко отвлекусь. Помните такая фраза, которую нам часто говорят, что со всех сторон напоминаю, что якобы Владимир Ильич Ленин говорил такие слова, что каждая, любая домохозяйка может управлять государством. Ну, во-первых, данный тезис переврат, что там говорил Ленин, это еще пятый вопрос. А вот если предположить, что фраза обрезана, то тогда в полном варианте данная фраза будет звучать так, данный тезис. Любая домохозяйка сможет управлять государством, способна управлять государством, при получении должных навыков управления. Тогда, конечно, я согласен. Пускай она пройдет необходимую подготовку, пускай она ознакомится с определенной документацией, посмотрит, как все это выглядит в целом. И тогда, естественно, постепенно, постепенно, объективно оценив все происходящее, оценив масштабы глобализации, которые сейчас практически завершились. Мир схлопнулся, как мы знаем, до нажатия кнопки на компьютере. И тогда, естественно, любая домохозяйка, получившая навыки управления, прошедшая подготовку, естественно, она сможет управлять. И мы, вместо того, чтобы говорить, что чиновники нас объедают, мы должны понять, что просто мы не знаем многих вещей. Многие вещи кажутся нам непонятными не потому, что наши понятия слабы, а потому что данные вещи не входят в круг наших понятий. Рассказал еще Казмопрудков, как мы знаем, сборный персонаж. И если мы этими понятиями овладеем, а как мы ими овладеем? Ведь нам об этом никто не говорит, нас этому не учат ни в школах, ни в институтах. Только мы сами можем стать получателями своего бюджета и перестать бросаться такими фразами, что якобы чиновники нас объедают. То есть предупрежден, вооружен. Знание, сила и необходимо брать знания в свои руки и получать в руки самоуправление. Об этом тоже можно отдельно говорить. Долго. Еще лучше это начать делать. Профсоюз Николаевск на Амуре, первичная профсоюзная организация, которая, напомню, организовалась 7 ноября 2018 года, двигается в этом направлении. И, надеюсь, движение будет продолжено. Поэтому, призываю всех становиться юридически грамотными, изучать нормативные акты в свободное время. Посмотрите видео, коснитесь этого вопроса. Бюджет одного гражданина, получение бюджета одного гражданина. Об этом в дальнейшем мы, как сказал, надеюсь, еще будем говорить и показывать на примерах, что из этого получается. Поэтому, хочешь себе помочь, помоги себе сам, а не кидайся напрасными словами, которые могут быть восприняты некоторыми, как признак неадекватности. Становитесь юридически грамотными, получайте бюджет гражданина, берите управление в свои руки. Добра, здоровья, мира вам и вашим близким. Тепла, уюта в ваших семьях. Благодарю, что просмотрели данное видео до конца. Мы еще вернемся к нашим вопросам. Роман Зайцев, Живу на ДВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова